Друзья, всем маткульт привет! А где я нахожусь? Ну, наверное, понятно где. Физико-математическая школа. Ну, мало ли физико-математических школ в стране. Конкретно мы находимся на территории Сибирского федерального университета. Это физико-математическая школа СФУ. А город это Красноярск. Вот так вот. Тут у меня сегодня лекции. Одна уже была, одна еще будет. Но когда я залью это видео, конечно, я уже ее прочту. Вот. И вот я, значит, спасибо большое приютившей меня вот этой вот студии, можно сказать, да, огромной. Это актовый зал на самом деле. Это новостной выпуск. Может быть, для кого-то уже долгожданный, потому что последний новостной выпуск я уже не помню, когда был. Поэтому он будет немножко длинный. Запаситесь терпением. И первая новость, которую я хочу сказать, что я поучаствовал в одном очень интересном, хоть и не очень популярном по просмотрам проекте, подкаст «А как ответишь ты?». Я ездил в город Троицк и отвечал на 80 вопросов бытия. Вот так вот. Получилось полуторачасовое видео, которое я всем рекомендую смотреть от начала и до конца. Но там местами меня, как обычно, заносит в процессе нематематических видео. Это, в принципе, нормально. Отнеситесь ко всему с юмором. Пожалуйста, не обижайтесь те категории лиц, которых я успел обидеть в этом видео. Так. Дальше. Следующая новость касается… Она, кстати, не новость. Она касается того, что мы продолжаем проводить всероссийское анкетирование учителей, аудит массовой школы. Мы уже собрали больше тысячи анкет. И очень интересные результаты сейчас обрабатываем. Скоро будем постепенно знакомить всех с этими результатами. На самом деле у Миши Богданова уже началось. Я дам ссылочку на пару уже, так сказать, опубликованных первых, предварительных каких-то порций результатов. Но я хочу сказать, что не надо останавливаться. Если у нас будет 10 тысяч анкет учителями заполнены, это уже серьезно. Это процент от всего учительского сословия. Один процент будет. Это уже очень серьезное покрытие. Поэтому участвуйте, пожалуйста. Этот опрос, в отличие от огромного количества опросов, которые делаются в интересах каких-то цифровых трансформаций, наш опрос делается в интересах учителей и их положения. Если мы получим когда-то власть или как дорвемся, что называется, до власти, то мы будем двигаться в том направлении, которое нужно учителю, настоящему хорошему добросовестному учителю. Так что регистрируйтесь, становитесь аудитором, раздавайте анкеты учителям. Все, что надо для того, чтобы поучаствовать в вопросе, описано по ссылке. Так. Адыгея. Солнечная Адыгея. Новости из Адыгеи. По месту моей основной работы прошло два прекрасных мероприятия. Десятилетие журнала «Квантик» было в декабре. И открыли стену задач на стене, которая отделяет региональную естественно-математическую школу от места, где кричит «петух» в Майкопе. Там вот такое фермерское хозяйство маленькое, дачка. И тут наш ремш. И вот там появились задачи, задачи, задачи из всех номеров «Квантика», уже вышедших там порядка сотни с лишним задач. И некоторые прям очень интересные. Особое внимание я прошу обратить на задачу про кабинки канатной дороги. Она просто во. Там она, понятно, естественно, с подвохом. Поэтому предлагаю каждому понять, какое правильное решение. И, да, что называется, купить себе медаль за мудрость. Кроме того, там прошел экономикон. И вот здесь вот по ссылке есть видеозаписи того, как это все проходило. Очень резвенько, живенько. Следующий экономикон, возможно, если удастся согласовать все детали, будет совмещен с празднованием 50-летия одного популяризатора математики, вашего покорного слуги. Но это еще не точно. Это я, так сказать, я должен все детали оговорить на месте. Я поеду в Адыгею и попробую об этом договориться. Если мы будем в Адыгее проводить 50-летие, то мы позовем всю страну. Так, далее. Хочу сказать огромное спасибо и глубоко поклониться, да, как сказать, низкий поклон всем, кто участвует в народном сборе средств на студию и на работу Алексея Владимировича и на его, значит, всю деятельность. Спасибо всем, кто мне помогает, короче говоря, русским языком. Если кто-то тоже готов там присоединиться к помощи, то вот как на бусте пойти, вот здесь увидите. Фигачим, короче, дальше, да. Вот. Так. Новость. Номер 4, получается, да, или 5? Нет, это уже 5. Детки подрастают. И Миша Саватеев дает первое большое интервью. Осенью где-то месяца два назад. Я просто не мог оторваться, хотя у меня очень много времени, но я интервью сына выслушал от начала до конца. СМЭ по ссылке. Так, шестая новость состоит в перечислении гастролей, просто какие произойдут. Но вот про Красноярск я новость хотел выпустить с приглашением сюда, но тут и так был полный зал, поэтому, если честно, уже, наверное, бы трудно все равно было вместить. Следующая, то есть вот сейчас происходит, да, гастроль в Красноярск. Следующая гастроль идет в Санкт-Петербург. 31 января, 19 часов 30 минут, начинаем собираться в 19.00. Будет лекция в рамках лектория ИЦАЕ. Это информационный центр атомной энергии. Аэродромный дом 4. Ссылка на регистрацию в описании. Обязательно всем зарегистрироваться. Когда мы поймем, сколько нас, мне выдадут либо большой зал, либо очень большой зал. Ну вот, соответственно, если как бы нас будет несколько сотен, мы получим самый большой зал, который есть у Росатома в Санкт-Петербурге. И там я проведу лекцию, которая называется «Математика настольных игр сет и добль». Так что обязательно приходите. Дальше я еду в Екатеринбург, прямо из Питера, в зимнюю матшколу. Но это только для студентов. Так, следующее – это Майкоп. День науки. Я буду в Майкопе. Следите за новостями. Вообще везде, где гастроли еще не определено, где именно я выступаю. Я просто говорю «Город», а вы обязательно заглядывайте в «Контакт». ВКонтакт «Математика просто». Там всегда я выставляю за несколько дней, иногда по два раза, приглашение на мероприятие. Так что я буду в Майкопе. Потом в Усть-Лабинске я в школе выступаю, но это, наверное, закрытое. Так, лекция в Бауманке. Долгожданная. Пять лет я живу в Измайлово. Пять лет меня студенты постоянно приветствуют на улицах. И пять лет я никак не соберусь прочитать лекцию в Бауманке. Вот, наконец, позвали. Будет лекция 16 февраля в 17 часов, по-моему, в 40 или 30 минут я... Ой, в 15 часов 40 минут. Ну, и вся информация будет ВКонтакте. Там тоже, конечно, будет ссылка для регистрации, потому что может выясниться, что даже очень большой зал не вместит всех. Так что обязательно приходите. Лекция называется «О совершенстве чисел и другие загадки математики». 16 февраля. Бауманка. Так, дальше быстро. В режиме пулемета. 21-23 февраля. Камбалк. Берендеевы поляны. Школа комментированных алгоритмов. Школа Райгородского, так называемая. 1 марта. Набережные Челны. 11-13 марта. Кавказская математическая олимпиада. Ой, 15 февраля я забыл про Переславль. Блин. Школа мечты. Но там, наверное, я не знаю. Может быть, там только... А может и пустят внешних, кстати. Тут надо повыяснять. Кто хочет попасть в Переславль на мои уроки утром, 15 февраля, чиркните сюда в комментарии. Я посмотрю и спрошу у Бори Акимова, который это организует, можно ли будет пройти. Так, 1 марта. Набережные Челны. 11-13 марта. Кавказская математическая олимпиада. 28 марта... О, Саров. Саров. Так, Саров тут будет посередине. Сейчас детали складываются где-то 22-22 марта в университете Сарова. Так, 28 марта Тверь, 29 марта Петрозаводск, 6 апреля Полоцк, 10-12 апреля Зарайск. Сама лекция 10 апреля. Так, дальше я пока не буду говорить, потому что там есть... Ну, я точно буду в Набережных Челнах в конце месяца, то есть где-то 27 апреля, скорее всего. Вот, и в мае будет несколько выездов, и, может быть, еще до этого в апреле будет выезд. Но я об этом не буду говорить, потому что новости следующие я надеюсь выпустить сильно до этого, например, в марте. Так что я пока на этом остановлюсь. И в качестве последней, седьмой новости я скажу, что, как всегда, за это время снято безумное количество подкастов. Я, конечно, вспомнил не все. Из тех, которые я вспомнил, еще несколько выйдут в самое ближайшее время, но это уже ВКонтакте тоже отслеживайте. Из тех, которые я вспомнил, интервью для МИФИ, мое выступление на первом тульском канале телевидения в прямом эфире, иногда меня впускают в прямой эфир, но не в Москве, на РТВА в спайке с Панчином. Ну, я приглашал Панчина для дебатов, он отказался. И РТВА устроила такую площадку заочных дебатов. Вначале идет моя лекция, мои ответы на вопросы потом Панчинские. Так, великолепное интервью, которое дал Софи Коши Варнадзе про теорию игр. Ну, великолепное, в смысле, она великолепно интервьюировала. Так, мое выступление в Российской Академии наук, презентация вот здесь вот про судьбу массовой школы. У Хитмана кучу всего было. СММ. Так, на канале Спец куча разных выступлений тоже была за осень. Так, мы с Филатовым в Московском доме книги презентуем книгу по экономике. Это, кажется, было уже так давно, что вошло в предыдущие новости, но пусть будет еще раз. У Поступашек много чего вышло. С Бояршиновым, с Хованским даже таким вот этим сам комиком, который даже в тюрьме отсидел. Очень интересный двухчасовой стрим был. Так, Новицкий. Алексей. Брифинг ММБ, кстати, я его залью на наш канал, а не далее материал. Я залью скоро. Математика спецэтапов. Пока это на их канале есть, тоже заходите смотреть. Интервью Сириусу. Вот. Так, во время того, как я там читал лекции. Теория вероятности замки. Это опять с Павликом, с математиком МГУ, с Хитманом. Ну вот, это далеко не все, что было, но это все, что я смог вспомнить. На СИМ, пожалуй, надо раскланяться. Следите, пожалуйста, за новостями ВКонтакте. До встреч живых и в интернете. Маткульт, пока.